С вами Хайп Тренд. Не знаю, как вы, но мне с самого детства нравилось ощущение дороги. Серьезно, мне ни с чем не спутать это шикарное чувство воодушевления и восторга, когда ты оказываешься на красивой трассе, которая кажется бесконечной. И такие чувства испытываю не я один. Именно поэтому сегодня я решил отдать дань этим ощущениям и составить топ, в котором будет рассказано про самые необычные дороги мира. Это будут красивые, опасные, смертельные или впечатляющие дороги. Все, что может заинтересовать ваше внимание. Как вам идея прокатиться в снежном туннеле? Ежегодно в апреле миллионы туристов отправляются в японские Альпы, чтобы воочию увидеть 20-метровые стены и снега, возвышающиеся по обе стороны автомагистрали. Это просто охуенно. Этот маршрут протяженностью в 90 километров называется «Крыша Японии». Чтобы расчистить дорогу для прохода автомобилей после зимы, снегоуборочная техника работает несколько недель в две смены. Просто представьте, какой это необычный маршрут. Следующая дорога находится в Китае. Я был в восторге, когда узнал про эту трассу, ведь она проходит буквально по воде. Совсем недавно в китайской провинции Хубей была запущена в эксплуатацию новая автомагистраль. Ее особенность состоит в том, что дорога проложена вдоль реки, а по ее руслу 4-х километровая трасса стала компромиссом для властей, которым была нужна новая автомагистраль и для местных жителей, не желавших уступать свои земельные наделы под строительство. Теперь эта дорога-мост стала еще и новой достопримечательностью провинции. Вот это я понимаю подход к строительству. А теперь я расскажу вам о популярной и известной трассе для любого человека, который хоть несколько раз в жизни смотрел американское кино. Конечно же, это трасса 66. Трасса была показана в кино невероятное количество раз. Это очень популярная магистраль. По ней ежедневно ездят миллионы машин. Трасса 66 поддерживается в хорошем состоянии, не находится на склоне горы и здесь под колеса не кидается домашний скот. Но почему же тогда эта дорога считается одной из самых опасных и смертельных в мире? Все дело в самих людях. Но еще в частом тумане, крутых съездах и плохом освещении в ночное время суток. Несчастные случаи здесь чаще всего происходят из-за превышения скоростного лимита и пьяных водителей. На каждые 160 километров трассы приходится свыше 60 смертельных случаев в год, большая часть из которых произошла по абсолютно глупым причинам. Невнимательность, превышение скорости, алкоголь и несоблюдение дистанции. Словом, эта трасса живет своей жизнью. Следующая трасса, про которую я вам расскажу, это шоссе номер один в Канаде. Эта автомагистраль, безусловно, известна как самая смертельная дорога в Канаде. В период с 2004 по 2013 год здесь произошло максимальное число смертельных аварий в истории страны. Причиной тому чаще всего становятся плохие погодные условия и то, что трасса по большей части двухполосная, что совсем недостаточно для ее загруженности. Что можно сказать про эту трассу, так это то, что она не прощает ошибок. Но даже если вы чрезвычайно собраны и соблюдаете все правила дорожного движения, нет никакой гарантии, что на соседней полосе другую машину внезапно не занесет на скользком асфальте. Иногда машины закручивают здесь буквально на ровном месте, что чревато печальными последствиями. Власти уже давно озабочены поиском решения проблемы плохого сцепления, но полноценный выход из ситуации все еще не найден. Но что еще важно в этой трассе, так это то, что она просто невероятно красивая. Ну и напоследок я расскажу вам про трассу Тоннель. Она находится в Норвегии. Тем, кто страдает клаустрофобией, советую поискать другой маршрут к месту назначения. Ведь тоннель Леердаль считается самым длинным подземным туннелем в мире протяженностью 24,5 километра. Его строительство стало решением проблемой сильных снегопадов на участке, делающих невозможным движение по земле. По ходу движения машин в тоннеле есть три искусственных грота, которые позволяют водителям остановиться и отдохнуть от напряжения, вызываемого однообразным окружением. Как же это красиво и круто! Ставь лайк, если бы хотел прокатиться по одной из этих трасс. Спасибо!